Субтитры делал DimaTorzok Мы поднимаемся вверх на Омихатару. Сегодня будет видео с базой посередине Токийского залива. Всегда приехали на мотоциклах от русской компании. Ржавое всё. Потому что влажность высокая. Я здесь первый раз на самом деле, пока не ездил. Ну как бы мимо проезжал, но не заезжал вовнутрь. Здесь куча магазинчиков, какие-то игровые центры, рестораны, отели. Смотровая площадка. Сейчас посмотрим на Токийский залив. Вот так это выглядит. Черепашки там. Токио Bay Oasis. Токио Bay Oasis. Тут платные бинокли можно посмотреть. Даже есть... Что она там держит? Птицу? Вот там интересно тоже. Вот там интересно тоже. Глубости походить на корабле. Ну блин, не видно ни хрена. Сегодня какой-то туман. И вот за счёт этого не видно вообще. Ну еле-еле. А так вообще отсюда обычно Токио хорошо видно. Вот там впереди он находится. Вот где вот эта белая стела, там идёт туннельчик. То есть под водой здесь идёт он до Токио. Километров 10, наверное. А в обратную сторону мост идёт. До Чиба. А это как бы островок. Нет, тридцати обычно достаточно. А вот, нашёл. Кому надо ещё? А это какой? Вот они по инфону? Вот этот. Точно такого же бренда, по крайней мере. Он... Я с ним ни разу не сгорал. Вот это, наверное. Зимки в утром. Вот когда купаешься, не купаешься. Чтобы это от фото? Нет, мы купаться не будем, нет? Будем. Кто-то кремля загар потерял. Забыли, точнее, дома. Ничего так. Красивенько. Вот видно отсюда, вот. Как уходит бетонка вниз. Какие-то конструкции идут, чайки. Как сказать, ничего особого. Тут особо ничего нет. Ничего не видно отсюда. Вот, да. Ну, вот, оттуда. Оттуда вот. Поехали. Вот. вам нужна машина либо же такси без этого никак сюда нет не заехать платная дорога у нас и спорщат вот она не видела объясните человеку что кататься на велосипеде дома до работы это не сих пор нет это смотря где работа может нам в ста километрах от дома а по дому нет ну да может может быть это самое да там чтобы у тебя было три гектара там и ты обычную пропал каждый день да там какая-то бетонка нам туда нельзя спускаться я так думаю посмотреть записано чтобы дронов не запускали сволочи но все очень просто начало их всем продали а теперь летать нельзя ахаха да 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 понимаем а это что это это место посадки собаки что ли смотри вон нарисовано место для посадки собак ну да вот типа ты туда приводишь садишь и все как бы да не знаю вот нарисовано что ну да вот и вот там . да и он на постамент это поставить и пойти отдыхать самолеты даже летают корабли прям летают вот такая погода такая 3 вот это вот вот идет прямо жарко когда устал как собака надо идти на до грест там рыбачить и вода да я чего чего нет может может туристы потому что у них там курс какой-нибудь по рыбалке вот на лодках могут приплыть спокойно порыбачить ну как бы вид вид дождь не тот когда шуман а скорее всего лето будет вот так вот до сентября хреново короче потому что японское лето оно такое но жаркое и ни хрена не видно душно душно да короче ничего хорошего да летом в японии хреново не приезжайте летом вот так вот ладно будет еще что интересно пока надо до связи но вот им бы здесь еще бы эти сделать ну как паром или какие-то наши чтобы вот на лодках можно было покататься было бы интересно порт ну да ну не ну не обязательно да вот именно здесь вот не обязательно в порт ты плывешь надо на все лицензии получать ну да так что мне не не проката лодки которые просто как заши прогулочные там тебя катают сами с лицензии со всем да да и все за рулем как бы вина вина нет да тут мы по ним ехали и вот в одном месте там было расширение вот эти крылья вот вдали это вот оно и есть ну это что воздухозаборник чтоб там не задохнулись люди ну две трубы наверное да потому что он длинный сильный там же выхлопных газов много и вообще как бы да а вот там вот пунктируем нарисован да вот там вот паром еще ходит а это токио он фей где да 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 для машин которые да да он там для машин тоже а глубина туннеля сколько глубина да туннеля именно тут немного там буквально 40 50 метров там было написано я не знаю вот эта глубина где-то 40 метров достаточно глубокий чтобы по нему любые игры выходили поэтому да с 50 метров хватит но нет ну форен то конечно на самом деле больше 15 ну хорошо возле причальных стоек больше 15 ну о блин да печет немного да 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 даже океанических у них такой осадки нету до чтоб там танкера они делятся на разные группы ну да да но есть есть там где делятся они и знаешь почем они делятся по названиям пролива фактически а вот всякие суетки канал ну панамский канал ну да да они имеют разную ширину и у них соответственно разные допуски на суда как по осадке так и по ширине ну естественно там же сугах основная масса паромов ну эти танкеров там прямо они там называются там как-то там ВИССО какие-то там ну 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 АССО какие-то я уже не помню название а нет рыба тут же рыба а вон рыба рыба съели уже давно рыбу елки-палки что тут есть еще можно даже вот что там поминальная служба а это самому можно добить туда думаю что да а курилка дайте кто-либо покурить руль штурвал конечно не курилка крутится да вообще намертво приварен печалька а это что такое а ну это показано где что находится если отсюда смотреть туда понятно все 100 йен 100 йен 100 йен мы сейчас поедем вот так по мосту потом пересечем полностью чипут да вот так насквозь и потом и и и там и и и и и и и и и еще что интересно я обязательно включу вам пока, до связи